Новостройки на улице Каштаново и Медовое в Заречье сразу бросаются в глаза. Огороженная территория, клумбы, современные детские и спортивные площадки. Но это лишь одна сторона жилого комплекса, говорят жильцы. На деле состояние тротуаров и бордюров оставляют желать лучшего. Газон просел, повсюду недоделки. Вообще в концепции дома был заложен гранитный и площадка была заложена для мощения. Сделали так. Бордюры везде разрушены. Жильцы давно бьют тревогу, но управляющая компания «Комфорт-сети» неохотно идет на контакт. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с инициативной группой и лично осмотрел территорию. Убедился, что претензии обоснованы. Еще хотелось по клинингу решить вопрос. У нас меняется название, меняется начальство, а клининг адово убирает. Должны по два подъезда убирать, по четыре, по три подъезда. И убирает некачественно, только первые этажи, везде грязные, консьержные. Давайте зайдем в медовое, четвертый подъезд, вся в плесне. В свою очередь, управляющая компания ссылается на отсутствие специалистов и разногласиях с застройщиком. Проблематичный нашли людей. Даже уже 100 пикросов мы поставили на 100 тысяч. За три с половиной месяца три человека. Здесь действительно проблемы нарушаются. Причем, брать на подряд, мы вышли в сезон отремонтировали. Мы вышли из других объектов, пригнали еще порядка 14 человек. То есть, в настоящий момент работало только хаос-мастером 24 человека. То есть, по штату здесь всего их 6. Просто смотрим видео по подвалам и вот сейчас... Конфердии. Да. По подвалам были протечки действительно частично застройщик, прям как гарантия, все устранило. Эти и другие замечания обсудили на совещании. Отсутствие коммуникации между управляющей компанией и жителями сразу бросается в глаза, подчеркнул Андрей Иванов. Многие вопросы можно было решить между собой, как говорится, на земле. Главное – идти жителям навстречу. Ваша проблема, очевидно, вот из-за этой аффилированности с застройщиком. Те считают, что вам передали. Вы какие-то вещи, когда принимали дом, смотрели сквозь пальцы. Ну, так устроена система. Для этого они и существуют, аффилированные с застройщиком, управляющей компанией. Нам здесь тоже особо нечего рассказывать. Все ясно и понятно. Сдаются дома с определенными недоделками, которые в процессе управляющая компания вроде как должна доделать, привести в соответствие. Может быть, уже за счет жильцов. А дальше вот это начинается перетягивание каната. Кто должен делать, кто не должен. Гарантия или не гарантия. По итогам страдает, безусловно, житель. В следующем году бордюрный камень будет заменен. Также управляющая компания обязалась привести в порядок тротуары и газоны. По всем вопросам составлен протокол, соблюдение которого будет на личном контроле главы муниципалитета. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok